Эта девочка сама за себя может сказать Там долгая история на самом деле Она очень долгая, да, длиной в жизни Интересная Она может сама за себя сказать, сама за себя решить Сама сесть в свою машину, сама наехать Ответить и предъявить Ответить, предъявить и предъявить чёрному властелину Чёрному властелину Как она недавно заявила, что я тут с Андреем Писеговым ехал, знаете ли Андрюха, кстати, тоже тут ехал И при этом, при всём парной заезды получился в мою пользу И что-то пацан сдаёт заднюю и поехал в Белоруссию Надо с ним повторить будет, и я ещё раз хорошо проеду Саша, выходи на сцену, давайте поаплодируем Тема девушек в дрифте И не только в дрифте Кто-то оставил телефон? Это мой, расслабься Я думал, он специально для меня Сейчас мы тебе дадим микрофон Ну с тобой рядом, в принципе, в силу твоего призвания, конечно, опасно что-то оставлять Конечно, конечно Ты меня слышно? Меня слышно? Сейчас погромче, погромче тебе сделаем Это человек, кстати, да, собственно, пока там исправляют громкость Это человек, который мне вчера кинул бомжа в наше время Просто Я не знаю А потом ещё попросил ему вызвать такси Это не специально Да, Стас, я всё расскажу Всё, отстроили микрофон? Нормально? Да, проверь Как звук? Нормально? Отлично Да, да Начинаем Вообще, давай начнём от и до Начнём с того, с какого года ты вообще начала увлекаться дрифтом и с чего это всё началось Классная история есть В 2008 году в Москве встретила красный двухсотик Виталий Вавилов, если кто-нибудь помнит, старая совсем тусовка Очень понравилась именно сама машина То есть красивый был красный, 14-й двухсотик Понравился кузов, в те времена я, в принципе, ещё даже не представляла вообще там дрифт Японские тачки, это всё было очень вообще для меня незнакомое Стала искать, что за машина, интернет И где-то было там Сильвия, королева дрифта То есть я стала искать Ниссан, купе, какие бывают Ниссан, купе И, в общем-то, вот Ниссан Сильвия Ну, думаю, ну, вроде похоже, да, вот Посмотрела, королева дрифта Дрифт, о, прикольно, блин, что это такое, класс Вот, и всё, и тогда был форум формула дрифт То, что в Сорочанах проходило, если кто помнит опять Это очень старые времена Ну да, очень давно, да Был форум, типа, участников Я регусь на этом форуме и пишу Чуваки, я хочу купить тачку Я хочу купить 14-ю Сильвию И, в общем-то, спустя сколько? Кто на тот момент был уже? Там Андрей Писягов был, Шиков был? Да, ребята, Альтеза Клуб Гарик Хачатрян катался Потом Семён Алексеев Виталий Вавилов Вильям Гукасян В общем-то, у кого я, наверное, много очень запчастей купила В своё время Вот, ну и всё, в общем-то И пошло-поехало Поиски машины Стала знакомиться с ребятами Поиски запчастей Сервисы Пошло-пошло-пошло И 10 лет назад ты купила себе 200? Да И с 2009 года он стоит Ну, как бы ты на нём ездишь Он вот стоит, если кто не знает Да, вот там чёрный Около флагов Грид Перформанс Это мой Ну, и он у тебя в боевой готовности Ты на нём выезжаешь Что на нём по спекам И что ты сделала сама В каком он у тебя был состоянии? Был полный сток Я купила в Краснодаре Со стуканутым SR То есть стандартный заводской мотор Но был очень классный момент Что тачка была пригнана из Германии Сразу же в Краснодарский край И состояние кузова было очень близко Прям вот к люксу То есть да, там подуставшая ходовка Подуставший мотор Но сам по себе кузов был офигенным То есть не ржавый, не битый, ничего Я его забрала Покраска в красный цвет Колеса 18-ый, обвес Свежий мотор от спекера 260 сил И всё И сколько? Два года я где-то вот в таком конфиге каталась Каталась в каком плане? Ты просто перемещалась по городу на нём Или куда-то выезжала, пробовала? Какие-то соревнования? Или только как бы Я понимаю, всё равно больше московский нелегал Ты относишь себя к московскому нелегальному дрифту? Не-не, я тогда прям Сала, будь здоров как Что это вообще? Ааа, за нос, мамочки Вот, это всё со временем пришло Первое время просто каталась Как каждодневная машина Вот, потом потихонечку Я смотрю, ребята там прикольно катаются Дрифтят Я там стала пробовать катать восьмёрки Была ещё девчонка тогда Оксана Фурманчук Если опять же кто помнит Это пятнашка Формула дрифт И немножко РДС По-моему до 12-го года она каталась Мы с ней ездили на Сатурн в Раменское Катались на стадионе там на парковке Просто два конуса и восьмёрку Типа целый день В одну сторону, в другую сторону И вот в общем так Типа я была дрифтером уже тогда Ага, и после этого Ты не захотела куда-то поехать в соревнования Или куда-то выезжала У меня как-то с самого начала Сложилось то, что лично для меня Дрифт это не спорт У меня была такая даже наклейка В 10-м, 11-м, 12-м году Типа дрифт не спорт Вот, для меня это осталось Ровно в том же формате То есть для меня это не спорт То есть на нынешней основе Ты выезжаешь на Дрифт Фэмили Трэгни, Дрифт Фэмили по фану Трэгни, я понял, что мы с тобой встречались На Ready to Race На Дрифт Экспо Трэкмон Ты выезжала, каталась Да, да, я дрифтила там И в этом формате тебе себя устраивает Ты никуда не готова ехать Я не хочу из этого делать То есть это хобби, это увлечение Это кайф Как только начнутся соревнования Постоянные вот эти вот разъезды Это какой-то появится уже Обязанность что-то делать Обязанность перед спонсорами Ответственность Вот это все дерьмо для меня лично Я не говорю, что это плохо для всех Лично это не мой формат Мне хочется, я хочу сегодня ехать, я еду Не хочу ехать, я не еду Все очень просто Я понял Но вот ты уже 10 лет занимаешься дрифтом Занимаешься автомобилями Кто ты по профессии в обычной жизни? Сейчас я автомоляр Автомоляр Да, крашу машины Ты где-то училась? Самостоятельно Когда-то в сервисе работала мастером-приемщиком Потом меня взяли мастером-приемщиком в кузовной цех Предложили еще подрабатывать колористом Колеровать краски Я начала колеровать краски После этого потихонечку там Было интересно попробовать Тут чуть-чуть покрасил Себе бампер покрасила Потом что-то еще покрасила И потихоньку-потихоньку Стала втягиваться в процесс Потом попала в крупную европейскую компанию Работала технологом по колеровке Там уже немножечко ручки выпрямили Что называется И подучили всему Вот И сейчас уже видя, что профессия колориста В принципе уже потихонечку умирает Нет смысла заниматься только колеровкой Вот И я пошла просто красить Сколько уже красишь По времени автомобиля Где-то, наверное, с 12-13 года А, ну то есть уже на опыте То есть свою машину ты сама красила Двухсотик я сама красила Это одна из первых моих покрашенных машин Я его красила в 11-12 году, по-моему А, то есть и все, он у тебя Да, я вот сейчас, этой зимой Я буду его опять перекрашивать В какой? В черный Он все в черный Все, да, черный это прям его Сколько у тебя автомобилей сейчас? Четыре Четыре Я думаю, что у всех будет вопрос Сразу же, откуда четыре автомобиля у девочки Они все японские и старые Ну это не точно Ну почти Не совсем старые, не надо Ну Не на старые Ну давай, давай, да, давай их перечислим Это двухсотик Двухсотик Хонде с 2000 Я ее поменяла на спортбайк Нормальный такой обмен Да, так еще Да, только как бы мотоцикл ездит с того обмена А я Хонду до сих пор чиню Так что это был вполне себе равноценный обмен Можно обратиться к Аркадию Он как-то быстро Аркадий собрал как-то быстро Хонду с 2000 Так, еще Пикап Ниссан Навара И Субару СТА Конь То есть ни одного нормального автомобиля у тебя нет Нет Солярис Нет Обычный человеческий Нету Автомобиль для девочки Нету Относительно Ну какой-то Хонда Хонда Вполне себе девчачий Кабрик Красный кожаный салон Белая тачка Там волосы Так едешь У тебя такие волосы Да, я понял Хорошо Я понял Что касается Допустим Именно дрифта И вот ты там смотришь Например На ревочек Который ездит Допустим На Катю на вычинг Тебя никак не влечет все-таки Даже при этом условии Вообще нет Ты с ней знакома? Да Она у нас в сервисе обслуживается Катя? Серьезно? Илья Федоров Ты слышал? Она обслуживается Ну ее тачка сейчас у нас стоит А, все Я понял И как бы мы там что-то будем делать Ну мы что-то сделали Отдали И сейчас что-то еще будем делать Круто Хорошо Вопрос следующий Отношение к девочкам в дрифте То есть вот ты сама ездишь Все круто Я видел, что ты прям хорошо ездишь Спасибо Надо спросить еще у Андрея Писегова Правда это или нет А где ты, Андрей? Я, кстати, вот по поводу Я, к сожалению Я прошу прощения Я отвлекся по очень важным делам Вы затронули историю Со спиной Нет Вот Ну с ногами Это история была просто Это как раз вот как показатель Воли человека Ты позже хотела сказать об этом? Или ты не хотела вообще об этом рассказать? Не, не, вы просто сами к этому Если хотите Это вообще без проблем Это крутая история Если ты хочешь, ты можешь рассказать Ну да, если это нормально для тебя То, конечно Тут просто действительно мы обсуждали эту историю И... Тут, короче, ребят, я вам объясню так Тут не все просто, как вы видите, на самом деле Это не так просто, что девочка взяла Что-то накупила машин Там все гораздо веселее было Менял на мотоцикл Менял на другую машину Она ездит еще и на мотоцикле Есть дела Есть дела, да Поэтому и есть дела Вот к этому вопросу, почему она есть дела И почему у нее оказалось С2000 Вместо спортбайка мы и подходим Давай В общем, в 2017 году у меня произошла забавная такая ситуация Которая очень сильно изменила жизнь Забавная? Забавная Ну а как к этому спустя все, что я прошла Иначе невозможно относиться без юмора Иначе... Ну я фиг знает Вы считаете, что забавно, что человека переехал в грузовик? Это не шутка Это не, ну как бы... И не преувеличение Если что, она справа сидит В общем, я с 2012 года ездила По фану в мотокроссе Все было клево Даже немножечко мне интересовал ФМХ Ну то есть это вот это вот прыгнул Вот это И в принципе, ну нормально Я занималась тренером на трассах Это было все круто А потом мне к 2016 году пришла офигенная идея Что, блин, я хочу на город мотик А то пробки Мне нужно было мотаться в кафешку на работу в центр Думаю, куплю-ка я себе мотоцикл Я же умею ездить Ну делов-то При этом я купила мотик Я пошла в хорошую автошколу Учила заново все ПДД Пошла учиться вождению Потому что я понимала, что Мотокросс и городской мотик Это вещи разные Нужно учиться Я пошла учиться, потому что Ничего зазорного учиться нет Вот Но там произошла такая заминочка С тем, что Когда мне нужно было сдавать вождение Произошла какая-то переаттестация Гаишных площадок Они не смогли принять В общем, короче, я летом типа без прав Получилось То есть я сдала теорию и ждала вызова на практику Кое-как когда-то я выезжала, каталась И в один день нужно было поехать на мотике И получилось так, что в общий часик ребята написали, что там мотобат Принимает именно те, кто без категории Потому что середина сезона, они все проснулись И начали в общем-то всех тормозить, проверять именно категорию Я поехала в тот день с молодым человеком на мотике Двойкой И именно в этот день Двойки это что? Ну, пассажиром А, вдвоем, да Пассажиром На одном мотике И в общем-то именно в этот день Судьба сложилась так, что он уронил меня под прицеп фуры попутной На небольшой скорости Просто завалил мотик Просто так случилось С водителем ничего не произошло Абсолютно По мне проехал прицеп фуры Я под задние колеса попала Это было в июле 2017 года Я стала заново ходить в декабре прошлого года Я пролежала Вы поняли, да, к чему я это вел? В общем-то получилось так, что тяжелейшее было состояние 12 переломов Остановка сердца Какая-то критическая потеря крови В общем, вся история Жуть В итоге три месяца я пролежала вообще к кровати Прикованной в больнице Полгода на инвалидной коляске И еще почти год на костылях 20 операций Титана во мне больше, чем во многих машинах теперь Инвалидность на всю жизнь Потому что есть травмы, которые не пройдут И там новые кости удаленные не отрастут И в общем-то как бы получилось все так Что мотик мой стоял Мы его затащили ко мне домой в гостиную Ну просто типа прикольно Он там стоял Ко мне приехал друг И предложил поменяться на кабриолет С2000 Он говорит, я хочу мотик, но чтоб сел и поехал Вот А сказал, что говорит, я понимаю, что Хонда уже подуставшая У меня нет денег и желания ей заниматься Я хочу мотик И мы с ним просто поменялись И как бы с мотиками вопрос мне пришлось закрыть Как бы, во-первых, и семья против после этой ситуации И физически я не могу ездить на мотоцикле больше в принципе Но у тебя есть дрифт Но у меня есть тачки Давай мы продолжим Ты же продолжила историю Благодаря Как ты разрабатывала ноги Давай вот Это как вот опять же человек Да, но пережил тяжелейшую травму По идее ты должен там что-то разрабатывать Ноги не шевелятся Вот вам тренинг от Саши Как она это делала? В общем, есть такой нюанс Когда очень-очень долго лежишь И не двигаешь Конечностями Они начинают атрофироваться И начинают образовываться Такие контрактуры То есть суставы и связки Они немножко деревенеют То есть, например, ну натурально Нога перестает сгибаться То есть она вот выпрямлена И очень больно ее согнуть То есть кажется, что это прям вот сейчас Сломаешь как будто бы То есть невозможно Вот И нужно самостоятельно себе Разрабатывать заново суставы Чтобы у тебя там гнулась стопа Я первое время ходила Когда на ходунках Когда начала вставать Я ходила только на мысочках Потому что не могла поставить пятку к полу То есть Ну, так вот нога Как бы Контрактура это называется Мне сказали Тебе нужно купить тренажер И сидеть дома Разрабатывать ногу Это такая фиговина Туда засовываешь ногу И она тебе вот так вот сгибает И разгибает Сгибает и разгибает Это больно Это реально очень больно И это надо делать каждый день Типа 2-3 часа Я в итоге Прикинув стоимость всей этой процедуры Увлекательность Оценив этого занятия Я в итоге купила себе Subaru У друга Продав смарт У меня был смарт Я продала смарт Купила Subaru Там немножко с проблемами Но Там очень хорошее Жесткое сцепление Если кто ездил На стоковой стихе Все знают Что там прям Хорошее сцепление Потому что Много разрабатывать надо Но когда ты едешь Ты следишь за дорогой Ты там Не думаешь о том Что тебе больно Там ногу сгибает То есть Тебе приходится это делать Но при этом Ты едешь Ты перемещаешься Для человека Который пролежал Три месяца В четырех стенах В больнице Это рай просто Реально Ребята Никто не ценит Никогда Насколько офигенно Просто встать И пойти Блин в магазин Это реально круто Особенно Вот в этой ситуации И вот эта свобода Сесть в тачку И куда-то поехать С болью С костылями Со всем этим дерьмом Это реально был Глоток воздуха Я начала ездить На Subaru И потихонечку Ногу разрабатывала И до сих пор По московским пробкам Совершенно верно И до сих пор Я на ней езжу У меня есть автоматная машина Я мало на ней езжу Потому что Если я долго езжу на автомате У меня очень сильно Начинают болеть ноги Реально То есть у меня опять Начинаются вот эти неврологические Все нормально И я езжу на механик Это же кровообращение Работа мышц Все это постоянно работает Это все в тонусе Вот как бы мне Суба По сути помогла Короче Subaru STI Это лучший тренажер Для ног Офигенный Спасибо Ну и по итогу Ты Ездишь еще сейчас И на Двухсотики И тебе комфортно Да на Двухсотики У нас стоковая сцепа Она после Subaru Пушинка И все И ты ездишь Тебе Ну как бы тебе Максимально Я понимаю Я просто Ну хочу подвести к тому Что даже это тебе Не мешает Выезжать И заниматься Дрифтом Мне стало очень тяжело Залезать в каркас Реально Вот это прям реально проблема То есть Если раньше я туда прям Изи просто запрыгивала То сейчас Ну это реально Мне приходится руками Ноги засовывать Но реально есть проблема Но в плане Когда я сижу в ковше Все хорошо Ты в безопасности Да все хорошо Я в домике В каркасе Хорошо Что ты думаешь Про девочек Дрифтеров Что ты на меня Ты смотришь Что я думаю По поводу девочек Дрифтеров Я думаю Что все прекрасно Нет Что думаешь Вообще по поводу Девочек Дрифтеров Либо Вообще пилотов Может быть Нет Дело не в пилотах Девочек пилотов Мы все прекрасно знаем А вот именно Девочек дрифтеров Которые себя Возможно Позиционируют Как дрифтеры А возможно Они даже Не умеют ездить Про то Что мы с тобой Разговаривали Перед выступлением Давай Ну в общем-то Сейчас это модно Это на подъеме То есть Автомобильная тусовка Если раньше Реально Десять лет назад Когда я Приезжала на заправку На корче Люди просто Пальцем у виска Крутили Реально Прости я тебя перебью Вот то самое Мы просто опять же Мы с Сашей разговаривали Ее когда-то давно Снимал мой хороший друг Снимал не Саша Ее машина Разумеется Петя Максимов Это какой был год Сваблог Да Если кто-то помнит Такой вот был канал Сейчас Петя Часть BMI Рашин То есть Вот если кто-то Хочет увидеть Сашу Вот До всех этих событий Можно найти где-то На ютубе Это видео Он снимал твой двухсотик Да по-моему Там стечение трех культур Он называется Вот Там довольно Интересное действительно Видео И вот можно посмотреть Что было тогда И что было сейчас Точнее Что сейчас собственно говоря Происходит Вот Я тебя прервал Прости Вот И в общем-то Если реально раньше Ну то есть Реакция людей Когда девчонка едет На тачке Тем более на каркасе Она ну раньше реально Ну прям Вау Сейчас Внимание Реально Вот я езжу иногда На двухсотики Там на заправку На мойку Реально Внимание меньше Чем когда я езжу На тридцать пятом Геттере Да Когда обкатываю Клиентские Я в сервисе Иногда обкатываю Клиентские машины Занимаюсь Некими там Такими Процедурками Которые На которые у владельцев Не хватает времени Скажем так Прекрасная работа Офигенно Я прям заинтересовался Реально вот у нас есть Драговый тридцать пятый Он расклеен как Молния Маквин Вот там вот стоит Джига Да Ребят ну сами Молния Маквин Ну блин Ну серьезно Ну Я еду в пробке И все просто такие Блять круто 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 Реально прям Вау Я еду на двухсотике И просто Ну как бы То есть Нету уже той реакции Которая была Там пять лет назад Я почему и задал вопрос Вот про эти годы Так Потому что Петя снимал тогда Сейчас все изменилось К этому Тогда на самом деле Было намного больше внимания Но сейчас Это просто чуть больше Стало медийно И многие девчонки Ну не зная Там Возможно Кто-то не знает Как себя реализовать Возможно Кто-то тянется к этому Но боится У кого-то не хватает ресурсов У кого-то не хватает знакомых И смелости их завести Потому что Я тогда ворвалась На самом деле На Нисмо Клубе Можно поднять Все эти старые темы Они все в архивах лежат Там Мой бортовик По-моему На 200 страниц Там Я писала Ну это реально Это блин Девятый Десятый год Там типа Я съездила на мойку Фотоотчет Я поменяла Масляно-завливную крышку Фотоотчет То есть Ну это реально Тогда так было Это как народ Сейчас на драйве Пытается себе поднять Драйв автомобиля Таким образом Вот И у меня тогда Первый пост На Нисмо Клубе Типа Ребята Я купила тачку Фотография Пустой автовоз На трассе М4 Посередине Стоит мой 200 Следующая фотка 200 Уже Стоит в сервисе Лежит новый мотор Лежат колеса Он уже выкрашен И просто Следующая фотка Я уже в городе В обвесе На дисках На подвеске Такая по красоте Типа Ну что сучки Как дела Вот А ребята На тот момент Сидели И реально там Ну Тогда пытались Собрать тачки То есть Я просто Сначала Очень долго сидела Копила Считала Все покупала И потом Сделала Разом И это все Выглядело Как будто бы У меня вот так Все это появилось Я мотор купила У Тимона Кошарного Да Серьезно Тогда Очень хороший мотор С каким-то Прям супер Маленьким пробегом Мы его оплатили Заказали Очень долго ждали Я за это время Купила диски Потом купила Что-то еще У Вильяма Купила Д2 подвеску За 30 тысяч рублей До сих пор помню Она до сих пор В тачке в моей стоит То есть Когда до 2 Можно было купить За 30 тысяч рублей Да 35 тысяч стоили Четыре стойки В те годы Это 8-й или 9-й год Да Да Конечно Какой год 2009-й Новый Но сейчас бы Такие цены 35 тысяч стоило Четыре стойки Камон Я тогда в те годы Тейны себе На марка покупал За десятку Ну бы уж Ну вот То есть Я просто шла к цели И делала потихоньку Да Это там выглядело Что Но тогда не было Соцсетей В таком развитом варианте Как сейчас И Естественно Пост там с разницей В полтора месяца От того Что я привезла машину В Москву И через полтора месяца Я ее за 40 тысяч рублей Покрасила В красный цвет Отвратительно Покрасила Ну просто С песком С говном Ну ужас Но за 40 тысяч рублей Вот В Жуковском Тогда Я как сейчас Помню Какой-то маляр Там Столетний Вот Это конечно Все выглядело Типа круто Вот Сейчас конечно Если бы все это В инстаграме Расписывалось Вот На каждый шаг Это бы казалось Блин Ну ты никак тачку Не построишь Вот Потом соответственно Мы катались Нас девочек Это была я Оксана Фурманчук Ну и в принципе По-моему все Больше по-моему Никто не катался Из девчонок А сейчас 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 по-моему Реально Если в инстаграм Забьете хэштег Дрифтгел Можно на Москве Просто топ 32 Собрать Виртуальных Дрифтгелов Виртуальных Ну да Просто потому что Все дрифтерши Прямо у всех Дрифтгел Дрифт Хэштеги Дрифт Дрифт А никто не верит Да по факту А по факту На Дрифтфэмили За все время Это кстати Один или два раза Было такое Что на тренировке Я была Я и еще Какая-то девочка И по-моему Один раз Была я Маша на Вольве И девчонка Не знаю как зовут На БМВ Вот по-моему Один раз На строе было Все Все остальное Одна-две 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 Максимум При этом Дрифтфэмили Элементарная трасса Безопасно Все Все закрыто Никто тебе Шиномонтаж Все есть Пацанок Вот столько Помогут Ну приехай Ты начни с чего-нибудь Хотя бы С фотографией в инстаграме Нет вопрос в том Не только не с фотографией Жопы в инстаграме На фоне машины На фоне машины Вот Как раз Нас потом Реально воспринимают Несерьезно Типа Ну вы только и фоткаете Жопы Вот А если ты не фоткаешь Жопы Извиняюсь И сиськи То у тебя подписчиков Десять тысяч Тебе никому не интересно Вот это все Это просто Медийность И все В какой-то момент Действительно Я тоже Обратил на это внимание Что Девочки Начали пытаться Таким образом Типа Я дрифтерша Реально завлекать Мальчиков И вот то о чем ты говоришь Это ну Я реально Сам это вижу И я поэтому Все И стремлю Что это реально есть Завлечь можно И таких И таких Действительно очень много Мне последний раз Когда я стояла На АЭС 2000 Около планеты Железяки Заливала масло Сама в тачку Сама Ну как бы У меня там проблема Нет я не про то что ты Я про то что со стороны Как это Девочка сама заливает масло Типа я стою Заливаю масло Потому что у меня там Ну есть некоторые проблемы Скажем так И мне это периодически Приходится делать Подливать маслицо Хонда Вы понимаете Хонда Да Хонда Вот Я короче Около железяки Стою Заливаю масло Думаю о том Как бы О бренности Бытия И ко мне подходят Ребята на мерседесе Типа джиэлька Если я не ошибаюсь Ну что это такое Я не очень хорошо Разбираюсь в этих Дорогих машинах И они такие А ты не хочешь Сы нормальную машину купить Как бы Ну типа Чуть за говно Чуть что ты делаешь Ну зачем вообще Ну Как бы они сами Не знают Где у них масло Заливается И как вообще Капот открыть В тачке Как бы Это вообще Другой уровень Совершенно С кем можно Познакомиться Через вот эту тему Типа я там Дрифтгел Потому что Ну очень многие Ребята мне пишут Где найти Такую же девчонку Которая так же Любит тачки Которая дрифтерша Ребята Это не клево Такая девочка Это геморрой Реально Ну это реально так Не Это Это геморрой Если она не зарабатывает Сама на машину Я тебе хочу сказать Это в любом случае Геморрой Поверь мне Это не Геморрой Это если она Еще хуже Если она сама Все делает Строит машину Это прекрасно Это вариант Типа как у меня И это еще тяжелее И ты ничего не делаешь Все нормально И ты Строишь свою Боевую машину Она строит свою У вас раздельный бюджет Все нормально И встречаетесь вы Только ночью Когда уже падаете Спать Прекрасно Вообще Ну Прекрасная совместная жизнь Вообще Да Именно так Просто Это не очень весело Примеры семей Кто-то один должен Все-таки Вот реально У каждого должно быть Свое увлечение Это понятно Но У меня есть Примеры Семьи В Екатеринбурге Где Мальчик И Ну Да Где у мальчика У девочки У одного Чайзер У другого 90 У девочки 90 У одного И у другого Ты сказал Только что Я не понял У девочки 90 И Вот он Делает все сам Ей Вот это Он и себе делает И ей делает То есть он приезжает Вот это прикольно Это не прикольно Мне его жалко Мне его жалко Мне жалко Этого парня Его Коля зовут Корякин, он, кстати, выступал вместе с тобой на «Россия рулит». Да, у него девочка ездит на девяностике, и мне его жалко, потому что он приезжает с заезда в панике, меняет себе колеса, меняет ей колеса, и вот это просто какой-то бред, реально. Слушай, я тебе могу привести аналогичный пример. Он выглядит как панга, понимаешь, но после дрифт-ивентов. Он не приезжает, ах, классно, покатали, он приезжает. Так, нам надо масло, потом там масло, и он в панике в какой-то. А вот теперь представь, ладно, Марч Кейн, а ты представь, когда в семье два ГТРа. Представь в семье, когда две Хонды. Две Хонды, ладно, вот два ГТРа. Сколько нужно масла? Да бог с ним. Нужно быть семенюком, чтобы заливать очень много Эниоса, понимаешь? А здесь надо все время менять сцепление. У меня просто есть ребята, которые снимались у меня в Дримраннерах. Ваня, ой, господи, да, и Маша. Вот у них 34-й и 32-й ГТР в семье. Ну, они пара, они не семья, вроде как, пока еще. Ничего не подходит у них? У них просто суть в том, что они все время тоже вот, ну, ковыряются. Как раз вот к вопросу о том, кто что делает. Вот самое сложное было бы, если у тебя, например, муж ездил на Тойоте, а ты вот на Ниссане. И там, допустим, еще бы любил… У меня мотора Тойота стоит. Еще бы любил РБ, да, при этом все. И вот это вечные споры, типа, вечером приходит, я тебе суп приготовила, у меня, говорит, мне нужна новая СЦПа, типа, у меня стучал мотор. И нет, нужно покупать РБ, нет, мне нравится РБ. Стас, мы, по-моему, увлеклись своими историями, как бы, давай притормозим немножко на эту тему. В общем, поэтому, на самом деле, ну, конечно, лучше кататься и делать, чем фоткаться и разговаривать об этом. Потому что раньше девчонки все-таки мне писали в Инстаграм, писали в Контакт, типа, а вот ты поедешь на тренировку, ну, скажи, пожалуйста, да, возьми меня с собой. Или, а вот ты поедешь там колеса с помойки собирать, возьми меня с собой. Были времена, когда пускали на склад бэушной резины, и которые в утиль запускают там, типа, за бабки, тебя запускают за склад, и ты, типа, шведский стол резины, бери, сколько унесешь. Это где находится? Все, чувак, эти места уже, все, они уже поняли, что дешевле ее реально перепродавать на утилизацию, на там какие-то еще истории, чем пускать вот этих вот придурков в полный склад, которые все переворачивают и, в общем-то… Я буду. Вот, то есть девчонки хотя бы спрашивали, приезжали, есть пара девочек, которые приезжали на тренировки на Дрифт Фэмили, у них не получилось, они там кто-то еще раз попробовал, кто-то забил на это, кто-то понял, что там машина не готова. Ну, хотя бы что-то пытались сделать, но надо делать, нельзя просто сидеть и писать с утра до вечера странные посты там по 500 слов про то, что я хочу, я поеду, я буду, я мечтаю строить какие-то нереальные планы. Просто еще понимаете очень хорошо ту ситуацию, вы для себя хотите этим заниматься, просто в кайф кататься, или вы хотите спорт, там что-то какие-то, призовые места, известность, славу. Или фоточки. Или фоточки, или просто хотите хорошие фоточки, или мужиков. Да, то есть отделите, как говорится, мух от котлет и решите для себя, что вы хотите реально. Ну, а есть девчонки, которые просто покупают себе машину. Для души вы этим занимаетесь, для себя вы реально что-то испытываете, когда вы этим занимаетесь, вот какой-то дзен ловите, вот чувствуете себя как дома. Вот я, например, прихожу в кузовной цех на работу, и я прям как дома, вот мне прям в кайф там. Машины чинить, красить, ну мне в кайф вот это вот. Медитация. Прям да, вот прям реально приятно. То есть, что ты скажешь про девочек, которые покупают себе вот, например, машину, и вот просто на ней ездят, но себя пационируют как Дрифт Герл. Ну, допустим, вот она купила себе там, ну не знаю, там, пусть это будет Чайзер, сотый, и там он на автомате, и она говорит, я Дрифт Герл. Они обычно не Чайзеры покупают. СХ, да, окей. Пусть это будет СХ также. Не-не, пусть будет Чайзер, мне нравится. Ну вот, что ты об этом думаешь? Цензурно. Каждый раз один и тот же… Без мата. Да-да-да. Так не работает, да? Да-да-да, не получается. Давай. Но каждый раз на самом деле один и тот же вопрос. Зачем? Можно собрать красивую машину и просто ездить. Можно сделать тачку на звуке. Стэнс Герл быть. На стэнсе, перешить там салон, я не знаю, ну дофига что сделать, винил красивый, все что угодно. Блин, автотюнинг, это же не только обязательно жесткое корчевание, там, замена моторов и всего вообще на свете. Есть же такое подразделение, как стайлинг. Можно сделать просто красивую машину и ездить просто. И фото свою жопу на ее фоне. И пожалуйста, ездить. Вот 90-ик стоит, пожалуйста. Просто красивая тачка, не надо из нее делать корча. Это не обязательно. Просто... У тебя падает настроение, когда ты таких видишь? Они тебя расстраивают? Блин, я их просто не понимаю, честно. Или ненавидишь? Не, я не могу сказать, что я их ненавижу. Они мне никак не мешают, в принципе. Я сама лично хэштег «Дрифтгелл» не использовала никогда, в принципе, вообще. Ну, я заходила по нему. Да, я, кстати, как-то один раз сидела у меня в какой-то ситуации. Меня прям пригорело. Что-то кто-то мне там скинул, написал в Инстаграме. И я забила этот хэштег «Дрифтгелл». Я такая... Где вы все, девочки? Мне молодой человек выносит мозги, что я постоянно катаюсь с пацанами. Вот же все девочки. Я хочу с ними кататься. Где они? Чтобы не было ревности. Их нету. Я катаюсь там всегда с пацанами, потому что нету девчонок. Они только в сети, в виртуальном. Я предлагаю на следующий год. У нас пройдет «Дрифтгелл» по трек-мод. Я предлагаю вместе с организаторами. Давай, давай. Не буду забегать вперед. Ну-ка, ну-ка, сейчас что-то будет. Про «Толги-мод»? Мы можем сказать. Мы можем сказать. Что там, что там? В следующем году. Мы сделаем сразу же анонс. Давай, говори, Алексей, говори. Я все-таки. В следующем году «Дрифт-экспо» будет не трек-мод, а будет «Толги-мод» и будет проводиться в Сочи. Поэтому я думаю, что мы можем поговорить с организаторами. Прям реально в Сочи? Серьезно? Абсолютно. А где? Вот на вот этой вот дорожке крутой? Именно, именно там. Очевидно, где-то там. Вот. Поэтому я предлагаю силами организаторов «Ready to Race» собрать этих девочек, которые ездить не умеют. И именно там проверить, кто из них может ехать, а кто нет. Вы согласны? Это знак сейчас. Вы слышите? Там аж кто-то заплакал на улице. Там кто-то уже... Это побежал отсюда. Я не слышал. Мне кажется, вот это будет самое честное. Я потому что видел, как она ездит. Вопрос об остальных. Поэтому это будет самое честное, что мы соберем этих девочек, которые есть по хэштегу DriftGirl, позовем их, пригласим на мероприятие и проверим. Сколько приедет из них? Кто останется в стене? Нет, они могут приехать-то все, что в Сочи-то не скататься. Да хорош, там хотя бы бы восьмерку поставить, проехать. Вы что? Кстати, реально, был момент, серьезно, не буду говорить, кто именно. Пилот, который на тот момент ездил уже, по-моему, этот РДС в самом-самом начале РДСа, не проехал восьмерку. Реально не смог, ну реально не проехал. Привык. Типа газ в пол, перекладка, газ в пол, перекладка. А восьмерку не смог маленькую затычную проехать. Ну элементарная вещь. Потому что никогда не тренил это. А это азы, с этого надо начинать. Поэтому... Дмитрий Семенек рассказывал об этом. Вместо того, чтобы там сразу на серпантины тоталить машины, хотя бы просто там, я не знаю, восьмерочку бы катнули. Ну ты согласна про этап в Дрифт-Экспо, трек-мод? Не, ну идея в смысле... Ток-мод, да. В Сочи это вообще круто. Отлично, собираем девочек, приезжаем в Сочи. Друзья мои, ну что, я думаю, что нужно... Стас платит. Вопросики. Я думаю, что нужно поаплодировать этой девочке, которая... Да, аплодисменты, Саша, действительно. Которая... Не просто девушка, а человек, который своим упорством, в общем-то, победил, по-моему, все на свете. У нас, да, кто... Есть у нас вопросы. Буквально пару минут. Пять минут, да, максимум. Мы, если вы можете и хотите, вы задаете вопросы... Ты иди. Я с этим не смогу пойти. Я понял. Можно мне погромче его? У меня есть такая мечта купить Субару Лису. Вообще, как она по надежности и какие трудности с ней будут при покупке БУ? 200СХ? Субару Лиса. Да, стихо. Я просто не слышно, Саша. Стишечка, Субару. Слушай, ну, тут как бы момент такой. У кого ты ее купишь? Скорее всего, нужно будет один раз хорошо перебрать мотор. Вот прям вложиться. И забыть об этом на много-много времени. Потому что я так и сделала. У меня машина была замученная, да нельзя просто. Я перебрала мотор, и я даже не вздумаю масло лезть проверять. Смотри, потому что я знаю, что там все ок. Очень сильно зависит от того, у кого ты ее купишь и как за ней ухаживали. Но в любом случае, любая такая машина, она будет требовать все-таки каких-то вложений. Спасибо. Да, еще. А как парни относились поначалу, когда ты училась дрифтить, не было на смешах? Куда ты лезешь? Это не девчачье дело? Давай, 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 ну стойте. Да были, конечно, и тут, ну такое, ну почти, да. А она могет. Кстати, да, я боксом занималась. Я поэтому так аккуратно рядом с тобой стою, так на всякий случай, чтобы мне не прилетело. Конечно, говорили, что, типа, да что, вообще, ты что, ты должна просто, типа, там, ну чувака поддерживать, красиво с тачкой там постоять там, но, как бы, куда ты лезешь вообще? Как бы, конечно, были на смешке и говорили, что, типа, вы бабу ничего не можете, да вы даже там ездить нормально не можете. В общем, это классика, старая добрая песня. Потом эти люди просто считали зубы, да? Я так подозреваю. Да, да, да. Так, еще, друзья мои, давайте, крайний вопрос. Душа, молодец, ты собрал сальский народ. Ну да, часть пришли на легал против нелегал, но... Александр, хотел задать какой-то умный вопрос, что самое главное, там, для начинающих дрифтеров, там. Но после котлеты от мух отделить, как бы, все стало ясно. Поэтому после вашего рассказа хотел вам пожелать здоровья и просто выразить респект. Огромный. Спасибо. Что вы через все это прошли и улыбаетесь, и рады вас видеть здесь. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю, да, на этом надо уже заканчивать, потому что тут уже народ совсем-совсем потягивается, все ждут мяса, естественно. Спасибо тебе большое. Саш, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо.